7 января в Омске в 29-й раз прошел рождественский полумарафон. В этом году на старт самого холодного, самого экстремального забега вышло рекордное количество участников – около полутора тысяч человек. Попробовать свои силы на дистанциях 3, 10,5 и 21 километр 100 метров пожелали спортсмены и любители бега из 26 регионов России и 18 стран, самые экзотические из которых – Алжир и Мексика. Самое главное, чтобы было хорошее настроение, чтобы люди получили удовольствие, чтобы как можно больше мячей приобщились к этому мероприятию в качестве болельщиков, зрителей и участников. Заряжает энергией после марафона, просто удивительно. Всем рекомендую, я вот только недавно начала бегать. Это второй марафон и просто невероятно. И сейчас от марафона к марафону. Живем, так и живем. На следующий революции. Всегда ждем следующих забегов. А мы специально приехали из Томска. Круто! Тысяча километров практически, чтобы принять участие в зимнем полумарафоне. Первый раз в зимнем, до этого участвовали у себя в летних забегах. У вас всегда очень круто и тепло. Даже сейчас. Мы в одних футболках, как видите. Настроение отлично, погода отлично, идет стежок, тепло, хорошо. Старт, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Малиновский. У меня был опыт в прошлом году. Я бежал полную дистанцию. И знаете, отходняк был очень долгий. Ноги долго болели. А у меня все-таки лыжный вид спорта. Мне надо вливаться в сезон. У меня самый разгар сезона. Я не мог себе позволить в этом году повторить ту же самую ошибку. А три километра как-то здрасте. Я считаю, это хороший такой бодрячок держать себя в тонусе. Десятку быстрее всех пробежал амич Евгений Березовиков. В 19-м году он стал победителем на трехкилометровой дистанции весеннего полумарафона. В Рождественском принял участие впервые. Пошлось немного потерпеть, так скажем. Обычно, когда полегче дается. Я думаю, из-за погоды больше. Скользко и покрытие еще тяжело. Десятикилометровая дистанция оказалась самой популярной среди участников. Немало иностранных бегунов выбрали именно ее. В камзолах, париках и со скрипками пробежались по омским улицам представители Австрии. Здесь в России все очень большое. Не то, что у нас в Австрии. И люди здесь очень дружелюбные. Предлагали нам всяческую помощь. Делали так, чтобы нам было комфортно. Победителем на полумарафонской дистанции среди мужчин второй год подряд стал Михаил Кульков из Ханты-Мансийска. Трассу сделали интереснее, на мой взгляд. Она такая зрелищная. Много зрителей стоит вдоль трассы. По таким самым красивым омским местам проложено. Поэтому классно сделали. Это просто интересно. Это такой фановый забег. Классная атмосфера. И в отсутствии стартов зимой, так как спортсменов из России не выпускают за границу. Это очень хороший вариант посоревноваться. Среди женщин самой быстрой оказалась студентка-себгувка Мария Дружина. В позапрошлом году она была третьей, в прошлом – второй. И вот, наконец, долгожданная победа. От того, что вот Омск, от того, что сегодня Рождество, внутренний подъем, он есть, он присутствует. И это мне как бы помогало бежать. Внутренняя энергия. Пока остальные участники 29-го рождественского полумарафона продолжали пребывать на финиш, на главной сцене дипломами и подарками наградили победителей и призеров всех дистанций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин